Приветствую вас. В первую очередь хочется сказать, что для того, чтобы вы могли вернуть своего парня, вам необходимо понять, почему парень ушел. Если вы для себя не определите, не увидите, почему парень ушел от вас, если вы не зафиксируете это, если вы не скорректируете, как сказать, благодаря этому свое поведение, да, то есть не примите во внимание тот факт, что парень ушел, что ему там, например, ну там, что-то не понравилось, вот, что в таком случае, даже если вы его вернете, проблемы, которые у вас имели место быть, вот именно проблемы, которые у вас имели место быть, собственно, и за чего он ушел, немного о себе надо знать, и зачем тогда, собственно, возвращать человека, да, для чего тогда возвращать человека, если, в общем-то, по сути дела, ничего не изменилось абсолютно, да. Это первое. А второе, о чем очень хочется сказать, значит, это то, зачем, зачем вам его возвращать? То есть для чего вам возвращать человека? То есть вот ваша конкретно ваша цель этого в чем? Вот. Конкретно вам это нужно? Для чего? Зачем? Вот. То есть, на мой взгляд, это вот те моменты, которые, ну, которые необходимо определить, да, на мой взгляд, это те аспекты, на которые вам необходимо обратить. все продлить, а самое пристальное внимание свое. Потому что одно дело, если вы это делаете, допустим, для себя, да, одно дело, если вы пытаетесь человеку вернуть для себя, потому что вам это нужно, и совсем другое дело, если вы хотите его вернуть, потому что понимаете, что он, там, без вас будет нельзя, не счастлив, что ему будет без вас плохо, там, ну, и так далее, короче говоря. Вот. Вот. То есть это вот все такие по-настоящему важные моменты, вот, на которые вам необходимо найти ответ, да. А дальше, наконец, идем, значит, что-то нужно реально изменить, то есть нужно показать человеку, да, вот, значит, что ему действительно есть куда возвращаться, вот. Понимаете? Вот. То есть нужно своим действием, своим поведением, продемонстрировать ему, что вы изменились, не для него, а для себя. Вот. И тогда постепенно, заново наладить с ним, значит, общение, вот. И выстроить отношения уже на, скажем, немножко других основаниях, да, не тех, на которых вы выстраивали, до сих пор. Вот. То есть это очень важный тоже момент. Сейчас, например, если мужчина от вас отдалился, то необходимо занять максимально комфортную для него, как бы, дистанцию, вот. Значит, необходимо занять наиболее комфортную для него дистанцию, чтобы он, значит, ну, чтобы он чувствовал себя, скажем так, в безопасности, чтобы он чувствовал себя комфортно. Вот. То есть это вот такие аспекты все, на которые вам нужно обратить свое внимание. Это определенная работа по смене, да, по смене своего поведения, это определенная работа по, значит, ну, по коррекции своего поведения, поведения. Вот. Это определенная работа именно над ошибками, вот, которые вы, ну, могли допустить, да, которые вы могли допустить и сделать. Вот. Вот. Вот уже после того, как все это будет, значит, сделано, да, вот, я полагаю, что у мужчины, если у него остались чувства, вот, если у него чувства не осталось, то в таком случае, ну, в таком случае вряд ли человек к вам вернется, вот. Ну, даже если вы его, ну, даже если вы сделаете все, что, вот, я сказал, там, что тут либо есть чувства, да, либо, соответственно, чувства, как бы нет. И в этом случае вам нужно быть готовой принять его позицию с точки зрения его выбора. Вот. Почему так важно ориентироваться? Проориентироваться на себя, а не на него. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует. Продолжение следует.